всем привет данное видео является лишь небольшим отрезком из более подробного гайда по моду курсплей для более детального понимания всех возможностей и настроек данного мода рекомендую посмотреть видео целиком ну а теперь поговорим о точках пересечения для чего они нужны и в чем разница между кнопками объединить маршрут и добавить маршрут в конец грубо говоря точки пересечения нужны чтобы на основе уже имеющегося маршрута построить новый к примеру вы построили маршрут для грузовика который работает с комбайном от самого дальнего поля на карте через бункер и обратно потом вы перешли на работу на соседнее поле которое от бункера также далеко и вам нужно опять маршрут построить но не записывать же весь маршрут заново или наоборот как в ситуации с этим маслозаводом маршрут в принципе это один и тот же но точки разгрузки находятся в нескольких метрах друг от друга чтобы понять как это дело работает давайте построим три небольших маршрута с точками пересечения для создания точки пересечения нужно во время записи маршрута нажать соответствующую кнопку далее мы соединим эти маршруты кнопкой добавить маршрут в конец курсплей соединил их следующим образом от конечной точки первого маршрута до стартовой точки 2 от конечной точки 2 до стартовой точки 3 теперь соединим эти же маршруты нажав кнопку объединить маршрут что происходит курсплей ищет ближайшие точки пересечения 1 и 2 маршрута и соединяет их затем он также ищет ближайшие точки пересечения 2 и 3 маршрута и также соединяет их но наиболее часто вы будете объединять два вот таких маршрута до забыл сказать что точка старт и точка стоп на тех маршрутов которые мы записываем они также являются точками пересечения объединяем маршрут 1 с маршрутом 2 и объединяем маршрут 2 с маршрутом 1 то есть мы как бы использовали части снова маршрута чтобы заехать куда-нибудь используем это на практике на примере вот этого маслозавода открываем редактор маршрута и изменяем тип точки на точку пересечения 1 вот здесь вторую где-нибудь здесь сохраняем маршрут назначенными клавишами далее примерно от первой точки пересечения начинаем записывать маршрут для доставки конечно желательно записывать опять же этим же автопоездом но он слишком далеко гнать и сюда его не охота будем надеяться что он ничего потом не зацепит проезжаем через триггер и заканчиваем примерно перед тем местом где поставили точку пересечения обязательно сохраняем маршрут и сбрасываем далее мы загружаем маршрут продажа маслозавод объединяем с маршрутом маслозавод ветка объединяем его опять с маршрутом продажа маслозавод получился новый маршрут на основе уже имеющегося далее можно опять сохранить этот маршрут уже под новым именем если вот этот мелкий маршрут вам уже не пригодится, можно его удалить. Конечно, можно каждый раз не сохранять новый маршрут, а так и составлять из вот таких вот обрезков, предварительно распихав их по папкам, но мне, если честно, проще колесико мышки покрутить, чем все это опять складывать. Запускаем грузовик по новому маршруту, чисто чтобы проверить, не зацепит ли он ничего. Так, грузовик отказывается ехать, потому что он не заполнился на 100%, а подсолнуха в хранилище уже нет. Заходим управлением маршрутом и отправляем его вручную. Все, грузовик заезжает на маслозавод по новому маршруту, вроде бы ничего не зацепил, разгрузился. Ну или такой вариант, комбайн поработал на поле, нужно его вернуть на базу. Маршрут для грузовика уже по-любому есть, поэтому используем его для объединения с маршрутом для парковки. Если вдруг комбайн едет слишком медленно, то нужно подкрутить скорость в круиз-контроле. Бывает такое, что круиз-контроль запоминает скорость, которая была установлена курсплеем в момент прекращения работы в поле, а режим перегона техники как раз и пользуется максимальной скоростью, которая установлена круиз-контролем. Вот здесь маршрут грузовика ушел бы налево, комбайн продолжает движение прямо, заезжает на мойку, останавливается в точке ожидания. Ну, надеюсь, я понятно объяснил, как работают точки пересечения. Продолжение следует... Продолжение следует...